Приветствую вас. Пожалуйста, начать. Я бы хотел с того, что вы предоставили слишком мало информации о себе, то есть вы говорите о том, что не можете найти общий язык с парнем, и что у вас у обоих сложный характер. При этом вы не говорите о том, сколько вам лет обоим, сколько вы встречаетесь, и по какому поводу вы не можете найти общий язык. Дело в том, что раньше-то ведь вы общий язык находили как-то, а теперь получается нет, уже не находите. Или может быть ситуация такова, что вы перестали находить общий язык, а может быть никогда его не находили. Знаете, вот непонятность, непонятный характер проблемы ваших. Это вот первое. Здесь действительно нужно, как вот, вне зависимости от того, кто чем занимается, да, то есть какая профессия у вашего парня, какая профессия у вас. А вне зависимости от этого нужно определять все-таки, вот, именно причину ваших конфликтов, именно вот, в контексте именно ваших отношений друг с другом. Это вне зависимости от того, кто чем занимается, потому что если вы не можете найти общий язык, то это означает, что каждый из вас, по сути дела, на себя тянет одеяло, и в итоге вы, естественно, конечно, ссоритесь. То есть, соответственно, это понять, по поводу чего вы не можете найти общий язык, и вам, как человеку, который обратился за помощью, вам нужно быть готовой к тому, чтобы идти на уступки. Потому что без уступок, без изменения своего отношения к данной ситуации, ну, боюсь, у вас ничего не получится. То есть, есть всё равно отношение, что если вы не захотите как-то вот менять своё поведение по отношению к своему, значит, молодому человеку, то вы не будете находить общий язык и дальше. То есть, это вот первый момент. Второй момент. Вы сказали, что ваш парень психолог. Но, опять же, вы не сказали, какой он психолог. Вы не сказали, с кем он работает, с какой категорией людей он работает. Вы не сказали, как он относится к своей профессии. Вы не сказали, нравится ли ему то, что он делает, или нет. А это очень важно. Понимаете, мужчины психологи очень часто, поскольку эта наука всё-таки, как и любая другая наука строится на законах логики, то мужчина, как правило, значит, использует, ну, вот то, что он знает, он использует это для того, чтобы волей-неволей неосознанно, значит, выстраивать для себя некую такую вот модель мира, некую такую вот, скажем так, теорию окружающей реальности, для того, чтобы ему было легче, собственно, жить. И под эту теорию, в зависимости от того, как мужчина понимает психологическую теорию, в зависимости от того, какая у него специальность, и так далее, он пытается под эту теорию подогнать вас. И в данном случае это, в принципе, естественно, к сожалению, потому что, ну, так поступает большинство, так поступает большинство, в зависимости от выбранной ими специальности. И вам нужно просто научиться отделять, когда человек ведет себя сам по себе, когда человек является естественным, когда человек выступает как субъект отношений, а когда человек, собственно говоря, начинает использовать психологическое знание для того, чтобы решить какую-то проблему. То есть вам нужно просто-напросто смотреть именно на искренность, на искренность своего мужчины и отделять одно от другого. И тогда, если вы будете отделять одно от другого, вы сможете, во-первых, помимо всего прочего, понимать этот момент, вы сможете понимать, когда он искренен, когда нет. А также вы сможете увидеть, что куда важнее, вы сможете увидеть то, что мужчина, используя как раз-таки психологическое знание, защищается от вас. Если защищается, то возникает вопрос, а, собственно, от чего он защищается? Что заставляет его защищаться? И на эту тему, на тему защиты его, уже можно будет разговаривать. Понимаете? Уже можно будет разговаривать именно с ним, вам. Вам с ним можно будет разговаривать на эту тему. И как бы вы будете обнаруживать, что он использует психологические знания, это значит, что он от чего тут защищается. На самом деле это очень плохо, когда люди используют, будучи, ну, например, психологами, используют свои знания для защиты себя от самих-самих. Потому что лучше кому, как не психологам, знать, что защитная реакция, это всегда очень плохо. Защитная реакция, это всегда обман. Обман себя, в первую очередь. Вот. Ну, в принципе, исходя из того, что написали вы, я думаю, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Думаю сейчас, что вам еще можно порекомендовать. Но на самом деле, если говорить именно о рекомендациях, то вот помимо того аспекта, как мужчины используют свое психологическое знание, именно в ваших отношениях, вам желательно бы отдельно разобраться в том, почему и для чего мужчина пришел в психологическое знание, в психологию. А если мужчина всегда имел определенные какие-то проблемы, ну, там, совершенно разные проблемы, я даже перечислять не буду сейчас их. Вот. Если мужчина имел определенные проблемы, и он пришел в психологию с этими проблемами, то эти проблемы никуда не ушли. Но, опять же, некоторые люди могут считать, что обладая психологическим знанием, или становясь адертами психологии, человек, как бы, избавляя себя от наличия у него проблем. То есть, верно себя от психологов, все, проблем никаких нет. Те проблемы, которые были, все проблемы исчезли. Но это вот не является естественно правильным, не является истинным. А вашему мужчине безусловно сложно, трудно признать, что у него какие-то проблемы, особенно теперь, когда он является психологом. То есть, для мужчины, для адепта, значит, определенного самолюбия, это всегда гораздо сложнее, чем, например, для женщины. И вот этот аспект тоже нужно учитывать. Поэтому, говоря про то, как найти общий язык вам, стоит обязательно достать внимание на двух моментах. Первое, это причина, по которой вы не можете найти общий язык. И второе, это, собственно, как мужчина использует психологическое знание свое. Как и в каком аспекте он это делает. И вот исходя из этих двух параметров, можно будет делать вывод относительно того, в чем проблема. А дальше будут, соответственно, даны вам рекомендации по поводу того, как эти проблемы можно будет исправить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!